Здравствуй, дорогой слушатель! У микрофона актёр Костя Суханов. Многие тысячи людей, как и я, за эти годы полюбили прозу Амарики Сардара. На данный момент вышло пять больших сборников автора, которого я, безусловно, считаю классиком. Но далеко не все знают, что автор писал только на курдском языке. И нам, говорящим на русском языке, никогда не пришлось бы познакомиться с этими произведениями, если бы, если бы огромную работу по переводу не проделала его дочь Нуре Сардарян. Те счастливые люди, которые говорят и на курдском, и на русском языках, я не сомневаюсь, поймут, о чём я. Это огромный труд. Ведь то, что звучит на курдском, понятно для человека, то очень непросто перевести на наш родной русский язык. За эту громадную работу наше громадное спасибо вам, дорогая Нуре. Не сложно догадаться, что для такой литературной работы нужен свой литературный талант. И вот поэтому мы со слушателями, заподозрив этот самый талант в Нуре, очень просили написать что-то своё. И вот сейчас передо мной несколько рассказов, которые сама автор Нуре Сардарян назвала этюдами. И мне выпала большая честь их для вас озвучить. Особое моё внимание привлекает первый этюд, который называется «Кресло». Ведь в нём речь идёт о самом Амарике Сардаре. А я, в свою очередь, попрошу вас, дорогие слушатели, внимательно прослушать весь небольшой сборник и поделиться вашими впечатлениями. Я не сомневаюсь, что именно вашего комментария с замиранием сердца будет ждать автор Нуре Сардарян. Ну а я попрошу понимать, что это дебют. Ведь очень просто задуть недобрым, злобливым словом вот эту маленькую искорку творческого порыва. Но точно так же возможно, что из этого разгорится огромный пожар. И, безусловно, тот талант, который смог передать дочери автора Амарике Сардар, сможет расцвести. И Нуре Сардарян подарит нам ещё немало хороших произведений. Итак, слушаем. Поехали. Нуре Сардарян Кресло Уезжали и продавали квартиру. Продали. Продавали мебель. Продали. Остался самый минимум. Самые простенькие стулья, на которых можно было сидеть. До отъезда оставалось совсем мало времени — неделя или дней десять. Вместе с мебелью были проданы кресла, в том числе и то, в котором любил сидеть папа. Человек взрослый, привык к своему мягкому креслу, стал расстраиваться. В голову пришла идея попросить у кого-нибудь из соседей кресла на время до нашего отъезда. Стали обзванивать, но оказалось всё не так просто. У кого-то не было кресел, у кого-то они были, но слишком большие и не влезали в дверные проёмы. Позвонили ещё одному соседу, у которого недавно умерла жена. Он сказал «Да, есть, но не дам. Мои кресла дорогие, сам, мол, в них не особо сижу, берегу». Пожали плечами. Стали искать дальше. Нашли, в конце концов, одно кресло. Правда, большое и с трудом влезавшее в лифт. Но хозяйка готова была даже отпилить ножки, лишь бы обеспечить папе комфорт. Ножки отпиливать не пришлось. Справились и так. Перед отъездом кресло вернули и тысячу раз поблагодарили. Прошло полтора года. Папа умер. Через некоторое время после этого услышана новость, что тот сосед, отказавший в нашей просьбе, тоже умер. Осталось только кресло, в котором он сам толком не сидел. И какое-то угодливое ощущение. И в голове стучит мысль. Ну что, сосед, оценил ли кто-нибудь твои заботы о сохранности мебели? Ведь то злополучное кресло, запертое вместе с другой обстановкой на долгие годы в безлюдной квартире, так и осталось никому не нужным. Кто знает, может, даже этому неодушевленному предмету под толстым слоем пыли стало горько от его невостребованности и невозможности разделить хотя бы с одной живой душой свое одиночество. Хотя к кому я обращаюсь? Ведь тебе, сосед, сейчас все равно, как и все равно папе, которого уже нет. Я, у которой возникло отвращение от слов соседа, конечно, тоже умру. И это мое чувство исчезнет вместе со мной. Но пусть другие прочитают эти строки и хотя бы на пару секунд задумаются о том, как все приходящее в этом мире. Хотя, как показывает жизнь, никто не учится на чужих ошибках. До гробовой доски Была я как-то в гостях в одной европейской стране, богатая морями, лесами и прочими ценными природными ресурсами. Она считается одной из красивейших стран в мире. Из-за высокого уровня влажности растительный покров был особенно богат. В той местности довольно быстро росла трава, отчего лужайки около домов подстригались раз в несколько дней. Также буйно разрастались кустарники, тянулись ввысь деревья, а горы были сплошь покрыты густым лесным массивом. Дороги, хоть и прекрасно заасфальтированные, были довольно узкими, потому что прокладывать их, отвоевывая у города жесткие полоски, довольно затратное дело даже для богатой страны. Мы ехали по такой дороге, а по обеим сторонам были раскинуты настоящие густые леса с высокими, мощными, гигантскими деревьями. И все, казалось, радовало глаз. Природа, зеленый, даже изумрудный цвет. Изобилие листвы, довольно чистый воздух. Но вдруг посреди этой красоты я заметила одно громадное дерево, уже засохшее и упавшее на другие. Потом, минут через десять-пятнадцать, увидела второе такое же упавшее дерево, вслед за ним третье. Удивившись, я спросил у своих спутников, а почему оставляют такие деревья? Ведь это столько дров, почему их не вырубают и не увозят? На что мне был дан ответ? Да тут их так много, что заниматься подобной утилизацией совсем невыгодно. Уж слишком дорого это обходится, вот и гниют эти деревья. Ну а что, как к ним подберешься? Даже если все это срубить и тут же на месте измельчить на дрова, как все вывести? Ведь это недоступные для техники места, и не вертолеты же в конце концов использовать. Вид огромных, поваленных и умирающих деревьев меня потряс, и я сразу вспомнила тяжелые времена, которые пришлось пережить Армении в начале 1990-х годов. В тот страшный период народ оказался без света и тепла, рухнул Союз, и все погрузилось в хаос. Холода, как назло, в те годы стояли жуткие, и квартиры не отапливались. Вся система снабжения горячей водой и отопления была разрушена. Каждый выживал как мог. Тогда многие практичные граждане установили в своих городских квартирах обыкновенные печки. А топливо было самым разным. Кто-то умудрялся раздобыть солярку, кто-то керосин, кто-то невесть откуда доставал дрова. Трубы от печек выводили либо в вентиляционное отверстие на кухне, либо просто в окно. Но картина была совершенно дикая. Дым от трубы, выходящий наружу, пачкал выстиранное и развешанное белье этажами выше. И сколько из-за этого между соседями было конфликтов. Началась настоящая охота за деревянными предметами или вещами, содержавшими дерево, которые можно было встретить в городской черте. За короткое время в парках и на автобусных остановках не осталось ни одной живой деревянной скамейки. Разум исчезли и деревянные перила на лестничных пролетах. И подниматься на верхние этажи, опираясь на узкие, железные и холодные, как смерть, каркасы, было сомнительным удовольствием. Но все это было сущей мелочью по сравнению с тем, на что оказалась способна извращенная человеческая фантазия по добыче топлива. А именно на подлость. Я другого слова не подберу. Потому что такие горе-охотники добрались и... до крышек гробов. Да-да, они не гнушались даже этим. Тем более добыча была легкой и доступной. Она стояла у входа в подъезд. Все это делалось ночи. И не раз, и не два. И после пронесшихся по городу слухов люди стали бояться. И страх обнаружить утром пропажу был настолько велик, что семьи, позабыв о приметах и традициях, просто стали заносить эти самые крышки на ночь к себе домой. У нормального человека в голове не укладывается одно. Как? С каким чувством эти нелюди притаскивали к себе домой данный предмет? Как его рубили? Как укладывали в свою печку? И с каким сердцем сидели рядом и грелись? Но не это мне кажется самым худшим, а другое. Как на это могли спокойно смотреть другие члены семьи? Те, в чьих квартирах оказывался предмет чужого похоронного ритуала. Как? Как на это смотрели женщины в этом доме? Их матери, жены, сестры? Кто-то может меня упрекнуть за эти мысли в отношении женщины и возразит. Какая разница, мужчина или женщина? Ведь самое главное, они позволяли и точка. И все же, я думаю, что роль женщины, хозяйки в доме, в этом деле велика. Очень велика. Конечно, тот тяжелый период миновал. В домах появилось исчезнувшее на несколько лет электричество, потом газ. Постепенно исчезли дикие в городских условиях печки. И проблемы с отоплением были кое-как решены. Но случаи с воровством крышек гробов не забылись. И, на мой взгляд, есть в этих чудовищных поступках нечто, что роднит их с людоедством. Так, проезжая мимо упавших и гниющих деревьев, я невольно вспомнила те далекие позорные кражи и подумала. Что за жизнь? Почему на одном краю света переизбыток топлива, а на другом его катастрофическая нехватка? Почему, когда одни мерзли в своих домах и кутались в тысячи одежд, другие в это время крали крышки гробов, топили ими свои печки и тем самым окончательно переставали быть людьми? Что за жизнь? Два маленьких реванша Реванш первый Сальфеджио Сальфеджио Одна из учебных дисциплин, которые мы проходили в семилетней музыкальной школе в далекое советское время. Мне нравились уроки с Сальфеджио. А еще мне нравилась наша учительница Нелли Арташесовна. Нравилась ее улыбка, доброжелательность. Нравилось то, как она вела занятия, которые всегда проходили в какой-то особенной и очень уютной атмосфере. В нашей группе было человек 10-15. Девочки, мальчики. Мы были довольно дружны и неважно, по какому классу мы обучались. Портепиано, скрипки или духовых инструментов. Я была одной из лучших учениц. И особенно легко мне давались музыкальные диктанты. В двух словах, что из себя представляет диктант в музыкальной школе? Это такое упражнение, когда ученики несколько раз слушают музыкальный фрагмент, который играет на фортепиано преподаватель, причем с некоторыми интервалами, и записывают по памяти ноты этой мелодии с их длительностью и разделением на такты. Потом, закончив запись, ученик, как правило, не дожидаясь остальных, сдает свою работу преподавателю. У меня всегда были по сольфеджио одни пятерки. Ученики, которым не так хорошо удавался диктант, нередко, вытянув шеи, старались заглянуть в мои записи. И помню, учительница, которая и без того была к нам не слишком строга, почти всегда закрывала на это глаза. Я ходила в ту музыкальную школу несколько лет, но получилось так, что мне пришлось доучиваться в другой, которая находилась в центре города. А надо сказать, что в то время мы жили на окраине, и школа находилась довольно близко в паре остановок от нашего дома. Так в чем же заключалась причина смены школы? А, в том, что моя учительница музыки, которая жила как раз в центре, перебралась в школу поближе к своему дому и забрала с собой несколько учеников. Среди коих оказалась и я. По правде говоря, мне было не очень удобно менять школу. Нужен был транспорт, который вечно работал с перебоями, и к тому же дорога отнимала много времени. Но мне тогда было уже лет 13-14, и дома было решено не менять учителя основной специальности, а доучиваться в новой школе. Итак, перевод состоялся, и новый учебный год в новой музыкальной школе начался. Придя на первый урок с альфеджио, я, как и любой другой новичок, испытывал легкое волнение. Еще до прихода учительницы мы немного познакомились с ребятами, и они узнали, что я перевелась сюда из школы, расположенной на окраине, что я добираюсь сюда на транспорте, и даже то, что я хожу в тот кинотеатр, о котором они даже не слышали. Я хоть и заметил некоторые налеты высокомерия, проскользнувшие в тот момент на их лицах, еще бы. Это были дети, выросшие в центре. Все же не стал особо переживать. Для меня это были второстепенные вопросы. И самое главное, предмет с альфеджио меня не страшил. Наконец, пришла учительница, и урок начался. Эта новая преподавательница была совсем не похожа на нашу любимую Нелли Арташесовну. Женщина была старше, на добрых лет тридцать, и меня удивил не столько ее довольно яркий макияж, сколько длинные серьги, которые начинали энергично колебаться при малейшем повороте головы. Стармодная прическа и помада морковного цвета так и притягивали взгляд, но больше всего мне запомнилась горделивая осанка и надменно приподнятый подбородок. Увидев эту женщину, я испытала некоторую робость, как оказалось, не зря. Довольно скоро Джемма Ивановна, так звали мою новую учительницу с альфеджио, велела мне показать тетрадь по теории. Что такое тетрадь по теории, я, честно говоря, не поняла. У меня для этого предмета была только одна тетрадь, нотная. Я встала, взяла эту свою тетрадь и направилась было к ней, как она меня остановила. Я сказала не нотную тетрадь, а по теории. У меня... У нас только такие тетради по с альфеджио, ответила я, плохо понимая, о чем она говорит. Как? — поразилась она. У вас что, в той старой школе не было тетрадей по теории? Нет, только нотные, — сказала я и даже растерялась. Подожди, а где вы записывали теорию? Ну, что такое гамма, какие бывают интервалы, что такое модуляция, где вы все это записывали? Удивление в голосе Джеммы Ивановны постепенно перерастало в возмущение. В этой же, в нотной тетради, ответила я и почувствовала какой-то непонятный стыд. Как? Как так можно? Как можно все валить в одну кучу? Нотная тетрадь для практических занятий, для упражнений, а теорию надо записывать в отдельной тетради. И она с негодованием покачала головой, и ее сережки резко заколыхались. — Не понимаю, — продолжала она, и вся кипела от негодования. — Как такое возможно? Все записи в одной тетради. Явно стараясь сдерживаться, чтобы не сказать более резких слов в присутствии учеников, она поджала губы и, глядя куда-то в сторону, снова неодобрительно покачала головой. Ее длинные серьги, тоже как и хозяйка, продолжали демонстрировать свое возмущение. Я стояла как вкопанная у своей парты и молчала. А что я могла сказать? Конечно, в том, что происходило, не было моей вины, но в тот момент мне было стыдно. Очень стыдно. А еще ужасно больно и неловко за мою любимую Нелли Арташесовну, о которой сейчас так плохо думали не только эта женщина с ярко накрашенными губами и длинными серьгами, но и все ученики, ухмылки на лицах которых не заметил бы разве что слепой. Но что вы от нее хотите? Словно говорили их ехидные взгляды, искосо брошенные в мою сторону. Пришла в нашу школу из окраины, ходит в какой-то зачуханный кинотеатр, и у которой нет даже тетради по теории. Они лукаво переглядывались между собой, и им явно была по душе такая сцена, которая, как я потом догадалась, внесла какое-то разнообразие в нелюбимые уроки с Альфея Джо. А то, что они были нелюбимыми, я почувствовал почти сразу. Атмосфера здесь была совсем не похожа на атмосферу там, в моей далекой и родной школе. И вообще, здесь все было по-другому. Там скромная пианино, здесь роскошный рояль, там тесный и не очень хорошо освещенный кабинет, здесь большая светлая комната. Там учащиеся сидели чуть ли не впритык друг к другу, но были веселые, активные, деятельные. А здесь довольно большое расстояние между партами, а ученики чопорны, высокомерны и, кажется, не очень умны. Неловкое молчание было прервано не сразу, и это были очень неприятные минуты в моей жизни. «Возьми у Рузанны ее тетрадь», — наконец распорядилась Джемма Ивановна, «и перепишешь ее всю. От начала до самого конца. Через неделю мне покажешь». И с выражением крайнего недовольства на лице она отвернулась к окну. Рузанна была пухленькой, смуглой девочкой, сидевшей немного впереди меня. Она протянула мне свою тетрадь, и я, кивнув в знак благодарности и мельком взглянув на ее записи, с облегчением увидела красивый, круглый и четкий почерк. Все в ней было написано чисто, аккуратно, понятно, и мне сразу стало ясно, почему выбор учительницы пал именно на Рузанну. Урок продолжился, но настроение у Джеммы Ивановны было явно испорчено. Вынужденная снова воспользоваться своей нотной тетрадью, чтобы записать под ее диктовку новую тему по теории, ведь общей с 48-ми листовой тетради у меня пока не было, я не переставала думать о том неприятном положении, в котором невольно оказалась. Мне было неловко, я чувствовала себя ужасно неуютно и переживала, а смогу ли здесь, в новой школе, быть на таком же хорошем счету, как и в старой? Тем временем урок постепенно двигался к своему завершению. «А теперь диктант!» — объявила Джемма Ивановна, и я сразу заметила выражение недовольства на лицах ребят. Они лениво, нехотя, даже с какой-то досадой раскрыли свои нотные тетради и приготовили карандаши. Страдание, или скорее чувство, предшествующее страданию. Вот что я прочитал в их глазах, тогда как именно это слово — диктант. Это любимое волшебное для меня слово разом отодвинуло на задний план моей тревоги и вывело из удрученного состояния. Образно говоря, я почувствовала себя той рыбой, которую подняли с прибрежного песка и бросили обратно в живительную воду. У меня промелькнула только одна мысль. Интересно, какой трудности будет этот диктант? Мне кажется, ли он слишком сложным? Вон у них как все по-другому. И рояль в классе, и тетради специальные для теории. Кто знает, может, и диктанты какие-то особенные, не такие, какие были у нас. Немножко сложнее, может, длиннее. Но я беспокоилась напрасно. Та мелодия, которую сыграла учительница, была даже проще, чем те, что приходилось записывать нам в нашей старой школе. Во всяком случае, мне она показалась совсем нетрудной. Итак, Джемма Ивана сыграла в первый раз, и я, не мешкая, тут же записала первую половину музыкального фрагмента. Краем глаза я увидела, как остальные ученики ничего толком не пишут, и сразу догадалась, что они в этом деле основательно плавают. Я воспряла духом и почувствовала твердую почву под своими ногами. С большим нетерпением я стала ждать второго раза, и внутренне даже злилась на учительницу за то, что она не торопится. Наконец, она поднесла руку к клавиатуре, и как только началось второе исполнение, я жадно кинулась записывать оставшееся, причем не успела еще мелодия закончиться, как я уже строчила вовсю, отставая от кончиков пальцев Джеммы Ивановны буквально на пару тактов. Я записала все, от первой ноты до последней, со всеми знаками, которые необходимо обозначать при диктантах, и лишь бегло пробежав глазами по написанному, потому что была в себе абсолютно уверена, встала и понесла свою тетрадь к учительнице. Я никогда не забуду этот момент. С того дня прошло несколько десятков лет, но то, что произошло в классе, даже сейчас четко и ясно стоит перед моими глазами. Казалось, среди ясного неба грянул гром. Это была настоящая немая сцена, в которой все, кроме меня, застыли на месте, не сводя с меня удивленных, нет, скорее пораженных взглядов. Учительница, у которой глаза расширились и даже немного приоткрылся рот, ученики, которые как держали свои карандаши, так и замерли с ними в руке. Они лишь провожали меня пораженными взглядами и не верили своим глазам. Ведь тот, кто первым заканчивает диктант, обычно считается самым лучшим, самым сильным учеником. И как ни крути, это так и есть, потому что тот, кто так делает, обычно уверен в себе и своей работе и не делает ошибок. В противном случае он, первый, продолжал бы сидеть и проверять написанное столько, сколько раз учитель бы наигрывал мелодию. Я положила свою нотную тетрадь с диктантом на стол учительницы и вернулась на свое место. Вернулась спокойно, уверенная в том, что сейчас произойдет нечто интересное. Я не ошиблась. Это произошло. «Идиоты! Дебилы! Тупые!» Стала кричать Джемма Ивановна после того, как в мгновение ока оглядела мою работу и, подняв мою тетрадь вверх, стала трясти ею, как флагом. Так она обращалась к незадачевым ученикам, которые, цепенев, сидели как оглушенные. «Это девочка! Я сыграла только два раза, и она все записала без единой ошибки! Только два раза! А вы! Вы настоящие идиоты! Вы тупые! Сколько раз вам не играй, хоть до утра, все равно не можете!» Возмущению Джеммы Ивановны не было предела, и она повернулась ко мне. «Молодец! Умница! Очень, очень хорошо!» Мне хотелось бы сказать пару слов о том виде, с каким сидели те самые ребята, которые буквально 20-30 минут назад смотрели на меня с высока и с нескрываемым ехидством. Сказать, что мой рейтинг резко взлетел вверх, ничего не сказать. Это был мой день, мой триумф. Неприкрытое удивление, растерянность, обескураженность, даже смущение. Вот что сквозило в их взглядах, да и в поведении тоже. Они были не просто потрясены. Они поняли, что в их класс пришла девочка, которую можно смело назвать не только лидером, но и в определенной степени фаворитом. Девочка, которая одним махом внушила к себе уважение и показала свою силу, свой багаж, свои способности. И это было здорово. Особенно на фоне первичного пренебрежения, которое исходило от них и было видно невооруженным взглядом, и которое ощущается особенно остро, когда тебе всего лишь 13 лет. Но конец этой истории с реваншем, а по-другому я и не назову ту ситуацию, был бы неполным без одного существенного дополнения. И о нем я сейчас расскажу. Как известно, есть такая пословица. Сначала ты работаешь на имя, а потом имя работает на тебя. И в моем случае это оказалось именно так. Все два или три года в новой музыкальной школе у меня по сольфеджио были только пятерки. Джемма Ивановна меня обожала. Я была самой сильной ученицей не только в нашем классе, но и во всем потоке. Учеба двигалась к своему завершению, и предстояли экзамены, в том числе и по сольфеджио. Для диктанта выделили особый день. Если я и волновалась, то не очень сильно. Я чувствовал, что справлюсь. А надо сказать, что в нашем потоке, не в классе, а именно в потоке, то есть у другого преподавателя, училась племянница Джеммы Ивановны. И за день до назначенной даты моя учительница подошла ко мне и попросила помочь этой девочке во время общего диктанта. Мы ее посадим за тобой, и ты, пожалуйста, когда будешь писать, сядь так, ну, чуть боком, чтобы она могла заглядывать в твою тетрадь. Сказала мне Джемма Ивановна, и я с готовностью кивнула. Боже мой, а как иначе? Сама учительница просит меня помочь, и это просто супер. Она вообще-то умная, девочка учится хорошо, продолжала Джемма Ивановна. Ну, на всякий случай, ты ей помоги, хорошо? Сядь так, чтобы она могла у тебя переписать. И мы договорились. Настал день экзамена. На этот раз большая комната была полна народу, ведь объединили два или три класса, учащихся одного потока. Нас рассадили, и племянница Джеммы Ивановны, как и было оговорено заранее, оказалась за нужной партой, то есть у меня за спиной. Какой-то преподаватель сыграл мелодию, она не была для меня сложной, я довольно быстро ее записала, но сдавать работу не торопилась, потому что ждала, когда девочка за моей спиной тоже закончит. И все вроде бы как обычно. Несложная для меня мелодия, все понятно, но подсознательно я почувствовал, что в одном месте что-то не так, какой-то переход, какое-то чуть-чуть другое звучание. Но я не знаю, почему я не стала заострять на этом нюансе свое внимание, до сих пор не знаю. Кажется, я подумал, что мне все лишь кажется, что мелодия такая красивая, и этот момент тоже такой красивый, какой-то даже восточный. Чуть позже я объясню, что это было, но вернемся к экзамену. Как только я поняла, что девочка позади меня все записала, я сдала свою работу и вышла. А на следующий день, когда объявили оценки по диктанту, выяснилось вот что. Оказалось, что при всей безупречности записанного мною диктанта я все же допустил одну ошибку. В одном месте не указала знак Бекар, который отменяет действие диеза или бемоля, то есть как бы возвращает ноту к первоначальному звучанию. Да, это была ошибка. И в любой другой ситуации ее посчитали бы достаточным основанием, чтобы снизить оценку. Но как я упомянула выше, теперь уже мое имя работало на меня. Джемма Ивановна мне потом рассказала, что когда при проверке моей работы обнаружилась эта ошибка, она сама сказала членам экзаменационной комиссии, что я самая лучшая ее ученица, что это просто недоразумение, и что на это не нужно обращать внимание. Одним словом, другие преподаватели с ней согласились и мне поставили пятерку. И что самое интересное? А то, что племянница Джеммы Ивановны, та девочка, которая у меня списывала, она, в отличие от меня, как раз-таки поставила в своей работе тот самый злосчастный Бекар. Оставалось только развести руками и рассмеяться, что мы и сделали с моей учительницей от всей души. Реванш второй. Стих о Ленине и Пушкин. Переходя ко второму случаю, я понимаю, что в данной ситуации вместо слова «реванш» было бы уместнее использовать какое-нибудь другое. Ведь «реванш» подразумевает участие в противостоянии двух сторон и стремление одной из них изменить его результаты и добиться победы. История же, о которой я хочу рассказать, тоже в конечном итоге о победе, однако не над кем-то другим, а над самим собой. Вместе с тем эмоциональный фон и суть тех событий довольно близки к понятию «реванш», что и позволило мне объединить эти два этюда под одним названием. Итак, приступим. Я училась то ли в восьмом, то ли в девятом классе, точно не помню, и по русскому языку и литературе у меня были только высокие оценки. В один не слишком прекрасный день меня очень и очень неожиданно вызвали к заучу и сказали, что завтра в такой-то школе будет проводиться районная олимпиада по русской литературе, и что решено с нашей школы отправить именно меня. Надо будет написать сочинение и прочитать наизусть одно большое стихотворение, и оно должно быть о Ленине. Услышав слова «завтра» и «Ленин», я растерялась и даже расстроилась. Какой Ленин? Какое стихотворение? Мысленно запаниковала я. Еще надо его найти, выучить, просто вызубрить. Я стала возражать, что не успею подготовиться, что я не знаю никаких стихотворений, но меня и слушать не стали. Сказали, вот, возьми этот сборник, найди там что-нибудь подходящее и за этот вечер выучи. С упавшим сердцем и понимая, что что-то идет неправильно и что я не могу этому противостоять, я взяла книгу и вышла из учительской. Когда пришла домой, я даже не перекусив, стала лихорадочно листать ту книгу, подыскивая наиболее подходящее стихотворение, которое можно было бы легко выучить. Но то ли тема была чужой, навязанной, то ли те стихотворения и правда были какими-то неживыми, плакатными и холодными. Наверное, и то, и другое. И я долго смотрел, выбирал, честно пытаясь найти что-то удобоваримое, что можно было бы выучить за скудный остаток вечера. Я до сих пор четко помню свое отчаяние, раздражение и отторжение этого материала. Не то, чтобы я плохо относился к вождю мирового пролетариата, нет, я была к нему равнодушна, как может быть равнодушен обычный ученик обычной советской школы. Просто сама эта тематика была мне неинтересна. От нее веяло призывами, раздающимися на первомайских демонстрациях, и в массе тех стихотворений про Владимира Ильича я не видела ничего художественного и интересного. Но деваться было некуда. А завтрашний день неумолимо приближался, и надо было что-то делать. Остановив, наконец, свой выбор на каком-то стихотворении, из которого я, хоть убей сейчас, конечно же, не вспомню ни строчки, я приступила к этой пытке. Я учила и учила, повторяла и повторяла, сначала заглядывая в текст, потом пытаясь сделать это без него. Это было ужасно. Это было похоже на пытку. Запоминалось очень плохо, долго и медленно. Казалось бы, вот, наконец, одно четверостишье пройдено. Я его запомнила, несколько раз повторила. Вроде бы все в порядке, и с некоторым облегчением я приступал ко второму, все так же повторяя по несколько раз и заглядывая в текст. Но потом, при попытке воспроизвести по памяти оба четверостишья вместе, я с ужасом обнаруживал, что первая уже успела позабыться. Это сейчас, спустя многие годы, я поняла, что виной всему было не отсутствие у меня определенных способностей по запоминанию текстов, а яростное внутреннее сопротивление навязанному и неинтересному мне материалу. Я учила и учила, а тем временем не переставала негодовать на руководство школы, выбравшего меня в попыхах и заставившего участвовать в том мероприятии, без которого я прекрасно бы обошлась. Я учила то несчастное стихотворение до глубокой ночи и все равно легла спать с ощущением, что завтра не смогу его нормально продекламировать. Утром, как побитое, я пошла на занятия и оттуда примерно часам к десяти меня направили в другую школу, где проходила та самая Олимпиада. Несколько остановок на автобусе, и мы, и я, и один из наших учителей уже заходим в здание. Сначала мы писали сочинения, с чем я неплохо справилась. Мы сдали свои работы, и настала очередь декламации стихов. Я не знаю, возможно, если бы я стал выступать в самом начале, может, мне и удалось бы гладко и без запинки прочитать наизусть то злосчастное стихотворение о Ленине. Может быть. Но случилось нечто, что полностью лишило меня остатков духа. Среди выступавших первой была одна девочка, которая стала читать стихотворение про... Коня! Да-да, про коня! И первой моей мыслью было то, а почему она читает не про Ленина, а про коня? Значит, можно было выбрать стихотворение и не про Ленина? Как же так? Но вернемся к той девочке. Она читала просто великолепно. Это была настоящая актриса, настоящий и блестящий декламатор. Она спокойно стояла у школьной доски. Но казалось, для нее это был не обычный класс, а настоящая сцена. Сначала ее стих лился, как песня, спокойно, лирично. Но потом, чем дальше, тем более она овладевала своим голосом, интонациями. В нем появился задор, заплясала динамика. У девочки пошла в ход жестикуляция, и все это делалось так красиво, так эстетично, так к месту, что те, кто там присутствовал, не могли оторвать от нее глаз. И когда она закончила декламацию и получила шумное одобрение, я поняла, что проиграла. Те остатки духа, что еще теплились во мне, те лохмотья настроенности, кое-как сохранившиеся у меня после сочинения, и та слабая надежда, что я все-таки ничего не забуду из того ненавистного мне стихотворения, все это разом было сметено и уничтожено. Уничтожено блестящим выступлением той девочки, которая, в отличие от меня, выучила правильное стихотворение. Нужно ли говорить, что я не смогла прочесть свой стих о Ленине? Наверное, не надо. И все же я не могу вспомнить в своей жизни еще одного такого позора, когда перед аудиторией что-то декламируешь и просто останавливаешься, понимая, что все. Дальше ты не можешь произнести ни одного слова. Тупо не можешь вспомнить и продолжить. И как побитая собака, плетешься к своему месту, а может, даже покидаешь помещение и закрываешь за собой дверь. Я, честно, не помню тот момент, тот позорный момент. Вернулась ли я к своей парте или вышла из класса. Позже я, конечно, спросил в своей школе, почему именно Ленин? Почему? Вон там была девочка, которая читала стих про коня, и все было нормально. Ее никто не остановил и не сказал, мол, не надо про коня, давай про Ленина. И мне ответили, что не знают, почему так вышло, откуда взялась идея про Ленина. Наверное, можно было взять любое стихотворение на свой выбор. И это было очень больно слышать. И не только потому, что из-за неудачи с декламацией стиха я, несмотря на хорошо написанное сочинение, получила вполне ожидаемый невысокий результат на Олимпиаде. Самое главное, у меня в душе поселился страх перед аудиторией. Страх, что ты не сможешь прочитать что-то по памяти, что-то продекламировать, будь то стихотворение или что-то другое. Прошло несколько лет. Я стала студенткой факультета русского языка и литературы. И на четвертом курсе, во время одной из лекций, наша замдекана Наталья Николаевна подняла эту тему. «Вы», — сказала она тогда, «будущие учителя русского языка и литературы, вы должны, вы просто обязаны уметь красиво читать стихи. Ну, посудите сами. Если ваш учитель будет бездарно читать стихотворения, которые включены в программу, что вы о нем подумаете?» «Учитель обязан красиво читать стихи. А может, попробуем прямо сейчас? Ну, кто из вас это сделает? Есть желающие?» Желающих, конечно, не нашлось. По аудитории пробежало оживление, и тогда Наталья Николаевна, царство небесное, обратилась к нам вот с каким предложением. «А давайте сделаем так. К следующему нашему уроку подготовьте письмо Татьяны Конегину, а мы вас здесь послушаем». «Согласны?» Ребята опять зашумели, и она, улыбнувшись, сказала. «Все, договорились. На следующем уроке будем слушать письмо Татьяны Конегину. Если кто захочет подготовить что-то другое, пожалуйста». Как потом оказалось, из всех 75 человек на нашем курсе только я одна восприняла это задание всерьез. Остальным и в голову не пришло открыть Евгения Онегина и освежить в памяти то самое знаменитое письмо, хотя мы учили его еще в школе. Дома я добросовестно выучил этот прекрасный фрагмент прекрасной поэзии. Он запоминался легко. Еще бы. Ведь это Пушкин. Но самое главное, мне надо было побороть в себе страх и смущение во время своего возможного выступления. А для этого надо было не только проникнуться текстом, но и психологически настроиться. К счастью, для этого у меня было достаточно времени, и когда настал день нашего следующего занятия, я уже не боялась. Еще во время перемены, перед самым началом урока между нашими студентами зашел разговор о задании, которое было нам дано. И тут выяснилось, что никто не подготовился, да и не думал этого делать. А я выучил, честно призналась я. И мои однокурсницы сразу же обрадовались. — Да? — Ой, да ты молодец. Смотри-ка, выучила, а мне нет. Вот ты и прочитаешь, если вдруг она спросит. И как я не протестовал, что не собираюсь отдуваться за всех, они зашумели и сказали, — ты отличница, у тебя хорошо получится. Лекция в этот раз пошла по какому-то другому руслу. Мне казалось, все начнется с поэзии, но почему-то разговор ушел куда-то в сторону, и преподавательница, подхватив чей-то вопрос, стала рассуждать на другие темы. Так длилось довольно долго, и урок уже близился к концу. Большинство моих однокурсников были воодушевлены, ведь за этой говорильней проверка данного раннего задания отодвигалась все дальше и дальше, а угроза быть опрошенными становилась все призрачнее и призрачнее. И вдруг Наталья Николаевна, словно очнувшись, вспомнила о своем поручении. Я вот тут говорю, говорю, а вы, наверное, даже не думали подготовить письмо Татьяны Конегину. Ну, кто-то из вас может его прочесть или все сочканули. И тут случилось то, чего я опасалась. Все мое окружение, все, кто был в курсе моей сознательности, все они повернулись ко мне и загалдели, называя мое имя. Она, вот она выучила, пусть она прочтет, она выучила. Выучила? Ты готова? С улыбкой обратилась ко мне наша Наталья Николаевна. Ну, выходи, мы тебя послушаем. Давай, давай, до конца урока еще есть время. И мне ничего не оставалось, как в огромном смущении выйти к доске и повернуться к моим слушателям. На меня уставились примерно семьдесят пар глаз. Аудитория была набита до отказа. И я начала. С первых же строчек я не осмеливался на кого-то смотреть, и мой взгляд был устремлен на парту перед собой. Но первоначальное волнение стало постепенно проходить. Я думаю, что это произошло из-за того, что текст был чудесный, такой простой, душевный, понятный, что эмоции Татьяны Лариной были мне близки, что я разделял ее переживания. Я погрузилась в эти строчки, которые лились легко, и уже не испытывала никакой неловкости. Именно это позволило мне отодвинуть на задний план мысли о том, что я читаю стихи перед аудиторией. Напротив, мне действительно хотелось рассказать слушателям о том, о чем писала влюбленная девушка. Где-то на середине письма я поймала себя на том, что мои однокурсники словно оцепенели. Я увидела их глаза и поняла, что они захвачены моим рассказом, моим пересказом всего того, что творилось на душе у героини Пушкина. Мне стало легче, и я уже не смотрела на парту перед собой, а видела глаза наших девушек, наших парней, которые с удовольствием слушали. Я читала именно для них. Одну из моих однокурсниц в те минуты я запомнила особенно четко. Она сидела внимательно глядя на меня и немного склонив на бок голову так, что ее длинные черные волосы красивым изгибом легли на ее согнутую в локте руку. Никто не шевелился, и все было тихо. Я закончила, и вдруг случилось то, чего я никак не ожидала. Аудитория буквально взорвалась от аплодисментов. Я стояла растерянная и счастливая, и смущенно улыбалась. Наталья Николаевна похвалила меня, и я вся красная шла к своему месту, как говорится, под непрекращающийся гром рукоплескании. «Молодец, ты молодец!» радовались за меня мои подружки, когда я садилась и от души жали мне руку. И только после этого грянул звонок, возвещающий о конце урока. Вот так. Таким маленьким, но очень важным для меня выступлением я сумела не только побороть свой страх в вопросе публичных выступлений. Эпизод студенческой аудитории стал своего рода реабилитацией за тот позорный провал, о котором я стараюсь не вспоминать. И тем реваншем, который был так мне необходим. Дорогие слушатели, спасибо огромное за внимание. Обязательно оставьте свой комментарий, его обязательно увидит автор Нурес Ардарян. И конечно же я отвечу вам лично. Еще раз напоминаю, не стоит быть жестоким, даже если у вас не очень хорошее настроение. Пишите свое мнение и обязательно пишите почему вы так думаете. Тогда ваш комментарий безусловно будет конструктивен. Если же вы захотите поддержать меня как чтеца и вместе с нашими другими слушателями и меценатами делать такое совместное творчество как аудиокниги, то конечно же все реквизиты вы увидите внизу, если слушаете на официальной площадке. А еще я напомню, что эти рассказы и конечно же творчество Амарики Сардара вы сможете послушать в общем теперь с дочерью их плейлисте на ютуб канале актер Костя Суханов. Плейлист называется Амарики Сардар «Инуре Сардарян Приятного прослушивания С любовью и уважением к слушателю» читал актер Костя Суханов «Инуре Сардарян»